Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, представил приоритеты венгерского председательства в Европейском парламенте в Страсбурге. Основа его речи – конфликт между Украиной и Россией. Орбан призвал стороны к конструктивному диалогу, в частности, поменять странам Евросоюза стратегию в отношении Украины. Чем недовольны в Еврокомиссии и какие прогнозы приводят эксперты – подробности в материале Айсаули Байкасиной. Речь премьер-министра накануне была резко прервана венгерским оппозиционером. Он обвинил политика в том, что тот продался российскому руководству. Протестующий даже назвал Орбана предателем. Такое обвинение несколько смутило премьера, но вскоре он все же продолжил свое выступление. Инцидент произошел в Европарламенте в Страсбурге, где Виктор Орбан обозначил приоритеты своей страны на период ее председательства в Европейском союзе. Что касается конфликта между Киевом и Москвой, то премьер Венгрии призывал стороны прекратить огонь и срочно сесть за 100 переговоров. Орбан убежден, что Киев не сможет выиграть на поле битвы, стенографирует агентство Reuters. А для достижения мира, как утверждает Виктор Орбан, необходимо давление со стороны глобального юга. Это Индия, Китай, Бразилия, Мексика, страны Африки и другие. В то же время он считает, что отдельные страны ЕС могут продолжать оказывать Украине военную помощь. Но на национальном уровне, пишет Евроньюз. Напомним, Орбан находится у власти в Венгрии с 2010 года. В последнее время ее отношения с Альянсом крайне непростые. То, что делал Орбан, он, по сути, использовал этот конфликт, который, скажем, в Украине идет между Россией, для того, чтобы блокировать, скажем, поддержку Украины в обмен на помощь, финансовую помощь со стороны Евросоюза. Евросоюз просто блокировал субсидии Венгрии в обмен на те реформы, которые он должен был провести, должна была Венгрия у себя в стране, касательно реформы судебной системы. Таким образом, Евросоюз блокирует помощь Венгрии, а Венгрия, в свою очередь, блокирует помощь Украине. Расхождение видений внутри Евросоюза и осложняет внешнюю политику. Особую остроту приобретает и спряжение связи между Москвой и Будапештом. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляй недавно раскритиковала власти последней в ослаблении визовых требований для граждан России и Белоруссии. В целом, по ее мнению, есть только один способ достичь мира в Украине – это продолжать оказывать ей политическую, финансовую и военную помощь. Напомним, продолжающийся конфликт оказывает крайне негативное влияние на многие страны, в том числе и Казахстан. Венгрия будет председательствовать в Совете Евросоюза до конца года. По прогнозам Каражанова, ослабление санкционной политики Альянса в отношении России в ближайшее время не придется.